Hello, dear friends! Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас видеть в моем новом видео по третьему модулю. Сегодня мы проходим прогресс-чек. Это тест по третьему модулю учебника Spotlight для учеников восьмого класса. Итак, let's have a look. Смотрим. Exercise 1. Упражнение первое. Fill in. Заполните пропуски словами. Давайте повторим слова. Uniform – форма. Linguistics – лингвистика. Vet – ветеринар. Freelancer – человек, который работает на себя. Author – автор. Помним, что буквы A и U мы читаем звуком О. Cashier – кассир. Chemistry – химия. Deadlines – конечный срок. Overtime – мы говорим работать overtime. Работать сверхурочно. Salary – зарплата. Итак, she loves animals. She wants to become a... Она любит животных. Она хочет стать кем? Конечно же, ветеринаром. A vet. Does your brother have to wear a... At work? Твоему брату нужно носить что на работе? A uniform – форму. Does your brother have to wear a uniform at work? David has a degree in... He can tell you anything you want to know about the English language. У Дэвида степень в чём-то там. Он может рассказать тебе всё, что ты хочешь знать об английском языке. Конечно же, степень у него в лингвистике. David has a degree in linguistics. My father works as a... From home. Мой папа работает из дома. Раз он работает из дома, значит он... Freelancer. My father works as a freelancer from home. Who is there of this novel? Кто? Этого романа. Кто? Автор этого романа. Who is the author of this novel? Does your father often work? Твой папа часто работает. Работает как? Сверхурочно. Does your father often work over time? His is 40 000 a year. Его 40 000 долларов в год. Конечно же, это зарплата. His salary is 40 000 pounds a year. 40 000 фунтов стерлингов. Видите этот значок? Он означает pounds. Фунты стерлингов. Английская валюта. Air is a person people pay money to in a shop. Человек, которому люди платят деньги в магазине. Кому мы платим? A cashier. Кассиру, конечно же. I get bad grades in... I don't like science. У меня плохие оценки в чем-то там. Я не люблю науку. Grades. Оценки мы говорим по-американски. Американский вариант. Marks. Мы говорим по-английски оценки. Я имею плохие оценки по... Химии. Chemistry. I get bad grades in... Chemistry. I don't like science. My brother works hard because he has to meet... Tough. Мой брат работает много, потому что ему нужно успеть в срок. He has to meet tough deadlines. Ему нужно успеть в строго ограниченное время. Следующее упражнение. Что здесь нужно сделать? What shall we do here? Complete the sentences with the correct words derived from the words in bold. Заполните предложение правильным словом, которое произошло от слов, которые выделены. Вы можете видеть выделенное слово справа. Summary, Apology, Fantasy, Character, Sympathy. Итак. Я приготовила вам небольшой такой по грамматике лист, где мы с вами вспомним. Итак. Как у нас образуется слово образование? Мы образуем в данном случае от существительного глагол с помощью суффикса ice. Вы видите эти суффиксы. С помощью суффикса с буквой s образуют англичане. С помощью суффикса с буквой z, вот она я вам показываю, образуют американцы. Я в данном случае образовала с помощью суффикса с буквой z, потому что мой компьютер при проверке орфографии использует американский вариант. И если бы я, видите, в скобочках написала memorize через букву s, если я так пишу, то он мне подчеркивает это как ошибку. Но вы можете писать через букву s, а не через букву z. Итак. Memory, память. Memorize, запоминать. Summary, сумма чего-то. Итог. Summary, подводить итог. Apology, извиняться. Apologize. Извиняться. Fantasy, фантазия. Fantasize, фантазировать. Character, характер. Characterize, характеризовать. Sympathy. Вы думаете, это симпатия? А вот и нет. Sympathy – это сочувствие. Sympathize with somebody. Кому-то сочувствовать. Critic, критиковать. Criticize. Modern, современный. Modernize, модернизировать. Давайте попробуем сделать упражнение. Can you the text about Marie Curie? Можете вы суммировать текст о Marie Curie, то есть рассказать его вкратце. Can you summarize the text about Marie Curie? Посмотрите, summary, why мы убираем в конце букву y, и мы пишем, добавляем суффикс ice. Summarize. Я напишу для вас. I'll write it for you. Summarize. Derek refused to for his rude behavior. Дерек отказался извиняться за свое грубое поведение. Derek refused to apologize for his rude behavior. Он имел фантазии о том, что он владеет своей собственной компанией. Не забываем добавлять окончание. He should в Present Simple имеет окончание as. He fantasizes about owning his own company. Does the play the doctor is very selfish? Пьеса характеризует доктора как очень эгоистичного человека. Does the play characterize? Так, она туда написала. Characterize. Doctor is very selfish. She with him when he lost his job. Она посочувствовала ему, когда он потерял свою работу. She with him when he lost his job. И мы переходим к следующему заданию. Exercise 3. Упражнение 3. We fill in the gaps with either past perfect or past perfect continuous. Заполните пропуски. Или со временем past perfect, или со временем past perfect continuous. Итак, время past perfect или past perfect continuous. Смотрите, я подготовила вам табличку. Давайте ее повторим. Мы ее уже разбитрали более детально на предыдущих уроках. Но хотя бы немножко освежим наши знания. Итак, past perfect. Время прошедшее совершенное. Оно называется прошедшее перед прошедшим. Как же это понимать? Давайте вспомним. Пример по-русски. Фильм уже начался, когда мы пришли в кино. То есть, мы пришли. Это прошедшее. Вы согласны? Мы пришли. Что сделали? А фильм до этого начался. То есть, прошедшее перед прошедшим. The film had started when we came to the cinema. Вот он, пример. Она прочитала письмо, которое он написал. Она прочитала прошедшее время, а он написал его до этого. Соответственно, то, что произошло до этого, будет во времени past perfect. She read the letter that he had written. Мы помним, что глагол read у нас особенный. Это неправильный глагол. Какие его неправильные формы? Read, read, read. Чем же у нас отличается он от остальных глаголов? Тем, что все три формы пишутся одинаково, но произносятся по-разному. Read, read, read. То есть, на письме мы не видим, что это глагол в прошедшей форме. Здесь же можно дописать by забыла дописать by к какому-то времени. Допустим, я написала сочинение к пятнице. I had written my essay by Friday. Теперь посмотрим на время past perfect continuous. От past perfect у него had been, от continuous глагол с инговым окончанием. Смотрим на форму. Had been doing something. Когда оно у нас употребляется? Когда мы хотим подчеркнуть. How long? Как долго длилось действие? For в течение, да, в течение двух часов, в течение получаса, в течение недели. Since, с какого-то времени. С утра, допустим. Дождь льет с утра. All day, весь день. All months, весь месяц. То есть, мы хотим подчеркнуть длительность действия, процесс. Или now, к настоящему моменту времени. Например. When I came to the library. Смотрим на примеры. She had been writing his report for two hours. Когда я пришла в библиотеку, он писал свой отчет уже два часа. Я пришла это в прошлом, а он писал свой отчет уже два часа. Мы хотим показать длительность времени. Как долго он писал? For two hours. Вот это время. Past, perfect, continuous. He had been writing. She told he had been working since morning. Она сказала, что он работает с утра. Она сказала, что это прошедшее время. Он работает с утра. Еще не закончил свою работу. Начал в прошлом. He had been working. Маркин времени. Since. Since morning. She knew we had been walking all day. Она знала, что мы гуляли весь день. Вот здесь all day подчеркивает нам длительность действия. She knew we had been walking all day. Помните, мы делали с вами упражнения на страничке 47 в учебнике Spotlight. Давайте к нему немножко вернемся. Page 47. Поставьте глаголы в скобочках. Past, perfect или past, perfect, continuous. John was really tired yesterday. Джон действительно устал вчера. Sure he was. Конечно, он работал в саду весь день. Итак, маркер времени. All day показывает нам, что здесь будет. Что? Past, perfect, continuous. He had been working in the garden all day. Did you meet Jerry? Ты встречала Джерри? No, by the time I arrived. Нет, к тому времени, как я пришла, он уже ушел. Какое время здесь будет? By нам показывает, что это время будет past, perfect. By the time I arrived, he had already left. Прошедшее время перед прошедшим. Why was Mr. Smith angry with Sue? Почему Mr. Smith рассердился на Sue? Потому что она не закончила свою работу. Время past, perfect. Because she had not finished her work. Pat was really mad at me. Пет действительно сходила по мне с ума. I bet she was. Держу пари. Так и было. She waited for two hours before you called. Она ждала два часа до того, как ты позвонил. Здесь нам показывает процесс. For two hours. How long? Как долго? Поэтому это будет past, perfect, continuous. She had been waiting for two hours before you called. Did you talk to Mark? Ты поговорила с Марком? No. By the time I got home, he got to bed. Нет, к тому времени, как я пришла домой, он уже пошел спать. Что это у нас за время? Обычная, обычная, past, perfect. Прошедшая перед прошедшим. By the time I got home, he had gone to bed. И возвращаемся к нашему тесту и пытаемся сделать упражнение 3. Итак, I wait at the cinema for an hour before Kim finally showed up. Я ждала в кинотеатре час до того, как Kim наконец появился. Итак, какой у нас здесь маркер времени? Всегда ищем маркер времени. For an hour. В течение часа. То есть мы хотим подчеркнуть продолжительность действия. Значит, это past, perfect, continuous. I had been waiting at the cinema for an hour before Kim finally showed up. Grandma go to the supermarket before they got home from school. Бабушка пошла в супермаркет до того, как они пришли домой из школы. Хотим мы здесь показать длительность действия? Нет. Хотим показать, что действие одно совершилось до другого. То есть это обычный past, perfect, прошедшее перед прошедшим. Grandma had gone to the supermarket before they got home from school. They play football all day, so they were very tired in the evening. Они играли в футбол весь день, поэтому они были очень усталыми вечером. Здесь мы хотим подчеркнуть длительность действия. Официантка дала нам что-то, что мы не заказывали. Хотим подчеркнуть длительность действия? Нет. Хотим подчеркнуть, что мы заказывали до того, как она нас обслужила. Прошедшее перед прошедшим. Он закончил готовить обед, когда гости прибыли. Длительности действия здесь нет. Это прошедшее перед прошедшим. Гости прибыли. Прошедшее время. А он должен был закончить ланч, обед, готовить до этого. Вопрос. Начинаем со вспомогательного глагола. Группа выступала в течение часа, когда электричество погасло. For an hour, в течение часа. Длительное действие. The band had been performing. For an hour, when the electricity went off. I looked for a new bike for two months before I found one. Я искал, look for, искать. Новый велосипед в течение двух месяцев до того, как я нашел его. Маркер длительности времени. For two months, в течение двух месяцев. Значит, это past perfect continuous. I had been looking for a new bike. Peter left work as soon as he writes reports. Петя ушел с работы, как только он написал отчет. Прошедшее действие перед прошедшим. Сначала написал, потом ушел. Который сделал первым, то будет в past perfect. Pete left work as soon as he had written the reports. Belinda studied German for three years before she moved to Munich. Белинда изучала немецкий в течение трех лет до того, как она переехала в Мюнхен. Итак, действие длительное. For three years. В течение трех лет. Указываем период времени. Значит, это past perfect continuous. Белинда had been studying German. David ate by the time we got home. Дэвид уже поел к тому времени, как мы вернулись домой. Итак, видим by, который уже нам показывает, что это past perfect. David had eaten by the time we got home. Я надеюсь, все понятно. А мы переходим к упражнению 5. Fill in the gaps with the correct preposition. Заполните пропуски правильными предлогами. У меня для вас есть предлогов. Давайте их сначала повторим. Делает карьеру в чем-то. He made a career in politics. Он сделал себе карьеру в политике. In charge of. Во главе чего-то. Чем-то руководить. He is in charge of this company. Он во главе этой компании. By the time. К тому времени, как. К какому-то времени. I had already left by the time he came. Я уже ушел к тому времени, как он пришел. Under pressure. Под давлением. I can't work under pressure. Я не могу работать под давлением. Итак. Exercise 5. Упражнение 5. Давайте попробуем эти предлоги вспомнить. My sister has just started a great career advertising. Моя сестра только что начала большую карьеру в рекламе. Как будет в рекламе? To start a career in advertising. Это легко. Jonathan will be charge of the project. Jonathan будет во главе проекта. Управлять проектом. Will be. Раз во главе. Опять у нас предлог в, во главе. Тоже легко. In charge of the project. They were pressure to meet the deadline. Они были под давлением. Им нужно было успеть в срок. Как будет под давлением? Так. Глагол под нам всем известен. Как будет под столом? Under the table. То же самое под давлением. Under pressure. Charles is leaving. Charles уезжает. The beginning of the month. В начале месяца. Как будет в начале и в конце? At the beginning. At the end. Charles is leaving at the beginning of the month. He had left the time I got there. Он ушел к тому времени, как я пришел. He had left by the time I got there. Надеюсь, все понятно. Да. Вот я вижу, мы пропустили упражнение 4. А мы переходим к упражнению 4. Здесь тоже нас ждут предлоги. Давайте их повторим. Frazzle verbs. Фразальные глаголы. Фразовые глаголы. Это глаголы, которые меняют свое значение в зависимости от той частички, которая идет после них. Итак. Bring back memories. Приносить воспоминания. То есть назад их. Bring back. Bring round глагол. Приводить в сознание. Я ученикам говорю. Вспомните, когда мы отключаемся, потом мы головой вот так делаем. Round. Делаем круг. И приходим в сознание. Bring round. Приводить в сознание. Bring up. Воспитывать. Воспитывать детей. Отсюда у нас существительное. Up bringing. To bring somebody up. Воспитывать. Bring out. Издавать что-то. Пластинку, книгу. Чтобы запомнить, мы говорим так. Мы берем, вот мы написали книгу, и мы ее bring out. Out. Выбрасываем ее. То есть мы выпрасываем публике. В out. Out. Bring out. Издавать что-то. Отдавать людям туда. Out. Bring in money. Приносить доход. Чтобы запомнить, мы говорим денюжку. Мы даем куда? В руку. Bring in. Дайте мне денюжку в руку. Bring in. Приносить доход. Запомнили? Bring about changes. Приносить перемены. About. Как бы вокруг. Вокруг нас. Bring about. Вокруг нас происходят перемены. About. Bring about. Приносить перемены. Надеюсь, запомнили, и мы смотрим наше упражнение. Exercise 4. Упражнение 4. Looking at these photographs brings so many happy memories. Глядя на эти фотографии, это приносит мне так много счастливых воспоминаний. Приносит назад. То есть brings, вспомните, как это было назад. Back. Brings back so many happy memories. She passed out. Она отключилась. And the doctor had to bring her. И доктору пришлось привести ее в сознание. А чтобы привести в сознание, вспоминайте, что мы делали. Мы делали круг головой так. Around. Bring round. И мы пришли в себя. The doctor had to bring her round. I was brought in the countryside, so I don't really like the city much. Меня воспитали в деревне. Поэтому мне действительно не очень нравится город. Как будет воспитывать? Bring up. Отсюда существительное. Об bringing воспитание. Джей Кей Роулин brought the new Harry Potter book last month. Все вы знаете эту известную писательницу Роулин, которая издала новую книгу о Гарри Поттере в прошлом месяце. Как мы говорили издавать. Как мы говорили издавать. Мы берем книгу и куда ее даем публике? В out. То есть мы ее bring out. Роулин brought out the new Harry Potter book last month. И последнее предложение. The last sentence. My job brings 1,200 euros a month. Моя работа приносит 1200 евро в месяц. Куда мы деньги берем? Мы их в руку. В. 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 Это чем занимается твой отец? Что он делает? Кто он по профессии? И на более продвинутом уровне дают вот такой вопрос. Что твой отец делает для жизни? Это то же самое. Чем он занимается? Какой ответ? Ищем здесь ответ. Он работает графическим дизайнером. И это у нас буква C. Следующий вопрос. What's the pay like? А какая же у него оплата? The answer is... И ответ? Not very good. Не очень хорошее. I only get 850 euros a month. Я только получаю 850 евро в месяц. Но не такая уж маленькая оплата. Для нашей страны, для заграницы, конечно, небольшая. И это у нас ответ B. What does your job involve? Что твоя работа включает в себя? И мы отвечаем. I serve customers and take payments. Я обслуживаю клиентов и принимаю платежи. И это ответ под буквой I. Следующая реплика. I got a scholarship. Я получаю стипендию. Ну, конечно же, ответ у нас здесь. That's fantastic. Это замечательно. Ну, вот и все, мои дорогие. We did it together. Мы сделали это с вами вместе. And I hope you get only good marks in your test. Надеюсь, вы получите только хорошие оценки за свой тест. Please put likes. Пожалуйста, ставьте лайки этому видео. Если оно вам пригодилось, ставьте внизу. И я также хочу вам сказать, что у меня есть группа, платные группы по занятиям, которые занимаются по учебнику Spotlight, где записаны видео, которые разбирают каждый текст, каждое грамматическое правило, все домашнее задание. Если у вас есть желание, пожалуйста, пишите. Вы можете записаться в эту группу и заниматься вместе с нами. Сейчас также у меня появились новые группы по подготовке школьников к государственному экзамену ОГЭ-ЕГЭ. If you are interested in it, если вас это интересует, то, пожалуйста, также обращайтесь. Я буду рада поработать с вами вместе. Ok. See you in our next video. Bye. Don't forget to put likes. Where are my likes? Please put your likes there. I want to have stimuli for work. Ставьте, пожалуйста, лайки. Я хочу иметь какой-то стимул для работы. Bye.